Пять команд из Новосибирской и Омской области, Алтайского и Пермского края, Республики Алтай прибыли в Бердск. Состоялся четвёртый по счёту турнир по рэкболу на песке в памяти Дмитрия Жерноклёва, вице-президента Федерации рэкбола Новосибирской области, популяризатором многих видов спорта. Он ушёл из жизни в 2021 году в возрасте 49 лет. Очень приятно видеть, что рэкбольное братство живёт, продолжает своё дело в память об отце, о таком замечательном человеке, который приложил все усилия для развития и популяризации этого движения. Лучший способ сохранить память о своём друге и единомышленнике – это достойно играть в рэкбол и продолжать его дело, говорят организаторы и участники турнира. Поэтому зарождение этого мемориала было логичным. Каждый год соревнования проходят в Бердске. Команду Новосибирской области представляют рэкболисты из Новосибирска, Бердска и Искитима. В 2022 году сборная впервые выиграла чемпионат России, вырвав победу у шестикратных чемпионов из Ростова. Спортсмены считают, что эта победа – заслуга в том числе Дмитрия Жирноклёва. Он очень хорошо поддерживал нашу команду. Он был идейным, вдохновительным сделать всем форму, например, единую, чтобы все были красиво вышли на открытие. Та мысль и та идея Дмитрия Владимировича, она всё равно передавалась, что не опускать руки и тренироваться всё равно будет этот шанс, когда стать чемпионами. Но так оно и получилось. Жалко, конечно, что Дмитрий Владимирович не дожил до нашего чемпионства. Фаворитами называют пермских рэкболистов. Они приняли участие в мемориале. Впрочем, организаторы говорят, что уровень подготовки всех участников серьёзный и финал соревнований может быть неожиданным. Так и получилось. Сборная Новосибирской области «Сибирь» завоевала золото турнира. На втором месте команда Перми «Медведи Прикамья» бронза досталась спортсменам из Алтайского края.